Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Когда мы смотрим наши любимые советские комедии, героические драмы или нежные фильмы о любви, трудно представить, что за этими картинами лежат чьи-то трагедии, обиды или даже простые бытовые конфликты. Что скрывает знаменитое советское кино? Конечно, все эти факты можно разыскать во всеобщей сети, но объединенные в один рассказ, они производят гораздо большее впечатление, чем порознь. Давайте вспомним эти знаменитые картины, и я расскажу о том, что осталось за кадром. Звезда музыкальной комедии «Свинарка и пастух» и «Кубанские казаки» Марина Ладынина перестала сниматься в середине 50-х годов. Последней работой актрисы в кино стала мелодрама «Испытание верности», режиссером которой был ее муж Иван Пырьев. По иронии судьбы, на съемках картины о любви и преданности между супругами произошел разлад, и сразу после выхода картины режиссер и актриса развелись. В отместку влиятельный Пырьев запретил коллегам приглашать Ладынину на съемки. По слухам, гнев режиссера задела знаменитую Клару Румянову. Изначально Пырьев пригласил ее на главную роль в «Испытании». Но Румянова посчитала картину приторной, а ухаживание женатого режиссера, который к тому же был старшей выпускницей в ГИКа почти на 30 лет, не приняла. После этого Румянова не снималась в кино 6 лет, что связывали также с местью Пырьева. На роль Миледи в фильме «Тремушкетера» и «Д'Артаньян» была приглашена актриса Елена Соловей, но та отказалась из-за беременности, она ждала второго ребенка, сына. Маргарита Терехова, которую пригласили взамен Соловей, тоже оказалась в положении, но ради участия в картине прервала беременность. Из-за этого актриса отказалась от съемок верхом и садилась на лошадь только в крупных планах. Иностранный язык контрабандистов в фильме «Бриллиантовая рука», которые прячут бриллианты в гипсе Никулина, был выдуман прямо на площадке фильма. В частности, ругательство «Мордюк» придумал сам режиссер Леонид Гайдай после ссоры с актрисой Нонной Мордюковой. Знаменитый Киса Воробьянинов из «Двенадцати стульев», актер Сергей Филиппов, на протяжении нескольких лет боролся со страшным заболеванием – раком головного мозга. Головные боли начали беспокоить актера перед съемками комедии «Двенадцать стульев». Было решено заменить его на Ростислава Плята. Но Филиппов настоял на своем участии в съемках. Он скончался в 1990 году. Тело актера пролежало в пустой квартире две недели. Знаменитая работа Андрея Тарковского стала классикой мирового кинематографа. Однако во время съемок Рублева режиссер попал под лавину критики. Коллеги и журналисты обвинили Тарковского в жестоком обращении с животными. Якобы на площадке в кадре была сожжена корова, зарезана лошадь, а другой конь сломал ноги в сцене падения со стены. В свое оправдание режиссер утверждал, что лошадь в любом случае была обречена, ее взяли для съемок со скотобойни, а корова, по словам Тарковского, была накрыта огнеупорной тканью и не пострадала. Но сотрудники съемочной группы утверждали обратное. История с убийством животных ради искусства вызвала огромный скандал в кинематографе. Например, для режиссера Киры Муратовой Тарковский после этого перестал существовать. Премьера знаменитой советской комедии «Кавказская пленница» была омрачена ссорой Леонида Гайдая и актера Евгения Маргунова. Бывалый из знаменитой «Троицы» поймал звезду и устроил скандал на закрытом техническом просмотре. Он явился на показ пьяным в компании выпивших девушек, а затем сыпал шутками и оскорблениями в адрес Гайдая из последнего ряда. Актера вывели, а режиссер перемонтировал ленту, вырезав все сцены с Маргуновым, какие было только возможно. После этого Гайдай не работал с Маргуновым и не общался с ним до конца жизни. Фильм «Земля Санникова» тоже связан с конфликтом режиссера и актеров. Только в этом случае под опалу артистов попали режиссеры. Их было два. К созданию картины было решено привлечь дебютантов Альберта Мкрчана, за плечами которого был лишь один полнометражный фильм, и Леонида Попова. Против новичков взбунтовались главные актеры Сергей Шакуров, Олег Даль, Владислав Дворжецкий и Георгий Витцин. Заговорщики требовали от Мосфильма снять со съемок непрофессионалов. Переговоры шли месяц и привели к тому, что зачинщик протеста Шакуров был снят с роли беглого каторжника Губина. Он все же успел сняться в паре эпизодов. Его заменил Юрий Назаров. Шакуров назвал Даля из Дворжецкого, которые остались в команде, предателями и перестал с ними общаться. Роль красноармейца Федора Сухова из знаменитого фильма «Белое солнце пустыни» прославила актера Анатолия Кузнецова. Но в картину он попал из-за трагедии другого артиста, Георгия Юматова, который был утвержден на главную роль изначально. Юматова исключили из картины за пьянство. Спустя всего неделю после начала съемок актер ушел в запой, его сильно избили, работать он не мог. Годом позже вышел фильм «Офицеры», который все же стал звездным часом для Юматова. Но тягу к спиртному актер не поборол, к сожалению. В 1994 году пьяный он застрелил из ружья дворника. В следующем году, в год 50-летия победы, Юматов попал под амнистию как фронтовик. Но сразу после тюрьмы актеру диагностировали аневризму брюшной аорты. Георгий Юматов умер в 1997 году от разрыва брюшной аорты. На сегодня о кино все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец кверху, ну и не скупитесь на комментарии. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok